Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, как удержать сахар крови, как не дать подняться сахару. Очень часто пациенты приходят на прием с впервые выявленным диабетом, либо же с преддиабетом и говорят, доктор, как удержать сахар. Я понимаю, что диабет прогрессирует, сахар повышается, повреждает сосуды, нервы, в итоге диабет стопа, ампутация стоп, поражение почек, слепота и другие страшные последствия высокого сахара. И понятно, что очень хочется сохранить сахар на нормальном уровне, дабы избежать развития осложнений диабета. Как же удержать сахар? Сегодня мы это разберем. Первое, друзья, конечно же, это питание. То есть в питании мы ограничиваем количество углеводов. Крупы, фрукты, ягоды, каши, хлеб и иже с ними в небольшом количестве, самое главное, вместе с белком, с клетчаткой, с жирами. То есть с теми продуктами, которые не дают резко подскочить сахару. То есть тарелка пациента с диабетом обязательно должна включать порцию белка, либо рыбки, либо курочки, либо мяска, либо, пожалуйста, грибов, порцию овощей низкоуглеводных, то бишь клетчатки, огурчик, или помидорчик, или цветная капусточка, обычная капусточка тушеная, квашеная, белок, клетчатка, небольшую порцию жиров, там авокадо, кусочек, либо горсточку орехов, либо оливковое масло, да столовая ложка в салат. И вместе с этим углеводы, то есть порция каши, либо пару кусочков хлеба, то есть углеводы именно под белком, под клетчаткой, ни в коем случае не в чистом виде и ни в коем случае не избыточными порциями. То есть, что называется, всё хорошо в меру. Следующая, друзья, это нагрузки. Чем больше у нас физнагрузок, тем больше сахара мы сжигаем за счёт физнагрузок. Но здесь важный акцент. Если нагрузка слишком тяжёлая, то есть вот прямо нам тяжело, мы воспринимаем нагрузку как стресс. На стресс наш организм вырабатывает стрессовые гормоны, адреналин, норадреналин, кортизол. Стрессовые гормоны повышают сахар крови. То есть, когда мы говорим про нагрузки для снижения сахара, это лёгкие и приятные нагрузки. Ходьба, танцы, бассейн, тренажёрный зал с лёгкими нагрузками. То есть ни в коем случае не тягать железо через силу, превозмогая себя, это только поднимет сахар. А именно лёгкие и приятные нагрузки по переносимости, которые как раз при регулярном применении позволяют и снизить сахар, и уменьшить сахароснижающую терапию. Что ещё важно по нагрузкам, это стабильность сахара. Нам важно не уронить сахар, то есть не допустить развития гипогликемии. Потому что если мы уронили сахар на тренировке, перенесли гипо, дальше печень выбрасывает гликоген, сжатый сахар, и у нас два дня высокие сахара. Часто у пациентов, у кого неправильно подобрана сахароснижающая терапия, из-за гипогликемии постоянно шкалит сахар. И первое, что мы должны сделать, мы должны убрать гипо, чтобы убрать вот эти вот откаты печёночные сахара. Поэтому при нагрузках следим и за вашим состоянием, то есть не перегружаемся, и за уровнем сахара крови, то есть не допускаем гипогликемии. Следующее, друзья, то, что зависит от нас, это наша масса тела. То есть очень важно при диабете не допускать возникновения и прогрессирования избыточного веса. Потому что чем больше масса тела, тем более выраженная инсулинорезистентность, как при втором типе, так и при первом типе диабета. То есть хуже работает инсулин, выше уровень сахара крови, выше потребность в сахароснижающих препаратах. Именно поэтому, если у вас имеется избыточный вес, либо вы видите, что у вас какой-то набор веса пошёл, то очень-очень чётко относитесь к весу. В наших школах питания, школы лечения диабета, мы обязательно снижаем вес до нормы пациентам с диабетом. Потому что само по себе снижение веса за счёт восстановления чувствительности к инсулину, как при втором, так и при первом типе диабета, позволяет эффективно снизить сахар крови. То есть при снижении веса мы уменьшаем количество сахароснижающих препаратов, потому как повышается чувствительность к инсулину. Некоторые пациенты со вторым типом диабета, с ожирением, убрав ожирение, начинают отказываться от сахароснижающих препаратов. Почему? Потому что и так сахар хороший держится за счёт того, что мы подняли чувствительность к инсулину. Следующее, друзья, это, конечно же, мягкие препараты. Часть людей как огня боится таблеток. Но вот тут важно понимать, есть таблетки, которые действительно жёсткие, например, старые препараты сахароснижающие, группа сульфанил-мочевины, манинил, диабетон, аморил, да, они там могут дать избыточную продукцию инсулина, вести к инсулинорезистентности, к снижению функции бета-клеток капоптозу. Да, действительно, не самая современная группа препаратов, что уж тут говорить. Но есть препараты мягкие, которые наоборот защищают от развития диабета. Там группа, например, метформина, глюкофаж, лонгсиофор, например, ингибиторы ДПП-4, галвус, англиза, янувия, инъекционные многие сахароснижающие препараты, которые и вес, и сахар снижают. То есть есть препараты, которые действительно опасные и жёсткие, которых стоит избегать. Так же, как стоит избегать передозировки из вне введённого инсулина. Передозировка инсулина – это очень вредно, да? Но есть и препараты, которые полезны, которые не дают прогрессировать осложнениям диабета, которые защищают нас от подъёма сахара. И когда вы с доктором подбираете терапию, вы поговорите, какую наиболее мягкую, наиболее безопасную терапию вам можно ввести. Потому что на самом деле при диабете своевременно введённая терапия нам помогает очень и очень сильно. Самое главное, чтобы это была современная безопасная терапия. Следующее, друзья, это анализы. То есть для того, чтобы видеть, что же фактически творится в вашем организме, нам нужно не только сахар и давление дома измерять, нам всё же как минимум раз в год нужно смотреть полные анализы. Общий анализ крови, полную биохимию с показателями работы печени, почек, белкового обмена, холестерина. Обязательно исследовать уровень гликированного гемоглобина, то есть средние сахара за последние 3 месяца. При преддиабете, при сахарном диабете 2 типа, обязательно исследовать уровни инсулина, цепептида, то есть смотреть, сколько своего инсулина вырабатывается, есть ли инсулинорезистентность. Обязательно исследовать работу щитовидки, потому что функция щитовидки, функция главного органа энергообмена напрямую влияет на стабильность сахара крови. Плюсом очень важно смотреть те витамины и микроэлементы, которые влияют на выработку инсулина, на работу инсулинового рецептора, то есть насколько активно ваш инсулиновый рецептор считывает инсулин, насколько активно инсулин в вашем организме снижает уровень сахара крови. Витамин D, цинк, хром, это все, что нужно корректировать. Низкий витамин D, низкий цинк, больше потребность в инсулино-сахароснижающих препаратах. То есть важно организм рассматривать как целую систему, не только сахар, а в целом все взаимодействия питания, нагрузки, энергообмен, то есть щитовидка надпочечники, состояние внутренних органов, состояние углеводного обмена. И когда вы организм оцениваете в системе и восстанавливаете полностью биохимию, то есть не лечите средствия, поднялся сахар, а лечите причины все, вы снизите сахар либо на низких дозах препаратов, либо вовсе без медикаментов, просто восстановив нормальную биохимию на всех ее этапах. Именно этому мы учимся в школе диабета. Как вот эти вот все процессы, питания, витаминки, биохимия, нагрузки, как вот это вот все поэтапно восстанавливать. Да, за два месяца вы начинаете понимать биохимические взаимосвязи, почему сахар снизился, почему он вырос, как питание изменить, как продукты скорректировать. Поэтому кому нужно снижать сахар, пожалуйста, школа диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Больше информации о том, как снижать сахар, как снижать вес в моих школах. Пишите, пожалуйста, о чем интересно услышать в следующих видео, под комментарием. И, друзья, будьте здоровы!